Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Елизавета Бурмистрова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. 28 ноября состоялось заседание ученого совета КФУ под приседательством ректора Ильшата Гафурова. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл полномочный посол Индонезии в России. Ронаука возвращается в КФУ. О главных новостях прошедшего ученого совета Казанского федерального университета смотрите в сюжете нашего корреспондента. 28 ноября состоялось заседание ученого совета Казанского университета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. На повестке дня значились выборы заведующих кафедрами и конкурсный отбор на замещение должностей. По вопросу о выдвижении кандидатов действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук Республики Татарстан были представлены директор Химического института имени Бутлерова Владимир Галкин, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов, профессор кафедры программы инженерии Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Александр Елизаров и заведующий кафедрой моделирования экологических систем Института экологии и природопользования Шамиль Зарипов. По всем кандидатурам вынесено положительное решение. В конце заседания ректор КФУ еще раз поздравил всех с юбилеем университета. Затем состоялась выездная часть ученого совета, где был продемонстрирован обновленный корпус университетской клиники. Объектом для посещения стал вводимый в эксплуатацию Центр комплексной диагностики и лечения университетской клиники КФУ. В работе отделения будут применены новые подходы в части оказания медицинской помощи, а работа центра будет строиться на обеспечении повышенного комфорта. Весь процесс хирургической коррекции отныне проходит в стационаре университетской клиники КФУ, что позволит пациенту получить дополнительные гарантии безопасности. Особое внимание уделено выявлению самих факторов, способствующих развитию заболевания. Отделение занимается лечением миомы матки с применением высокотехнологичной медицинской помощи. В отделении проводятся все варианты комплексного обследования в режиме Check-up. По специально разработанной программе пациент сможет пройти полное обследование и получить рекомендации по лечению профильного специалиста за короткий промежуток времени. Далее ученый Совет КФУ проследовал в здании Института филологии и межкультурной коммуникации. Здесь были продемонстрированы возможности технопарка образовательных инноваций «ЕДУТЭК». Руководитель проекта Тимирхан Алишев подчеркнул, что аналогов данного центра не существует. Сам технопарк еще не вышел на полную мощность. Продолжается закупка мебели и оборудования. Валерия Муратова, Фарид Захидоглы, Универньюс. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл полномочный посол Индонезии в России. Также посольство Индонезии организовало День индонезийской культуры в КФУ. Подробности далее. Традиционно с визитом в Казанский федеральный университет прибыл полномочный посол Индонезии в России Вахид Суприяди. В голубом зале КФУ состоялась встреча с руководством вуза, где обсуждалось развитие сотрудничества между КФУ и университетами Индонезии. Также в ходе визита в Казанский федеральный университет господин Суприяди прочел лекцию для студентов Института международных отношений КФУ. Кроме этого, посольство Индонезии организовало День индонезийской культуры в Казанском федеральном университете. Мероприятие прошло в малом зале культурно-спортивного комплекса УНИКС. Мероприятие такого масштаба было организовано впервые. В нем приняли участие сотрудники посольства и студенты Индонезии, а также студенты Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. В КФУ состоялся Всероссийский диктант по английскому языку. Образовательную акцию проводит Институт международных отношений и Департамент по молодежной политике в целях мотивации студентов к изучению иностранных языков. Сегодня у нас праздник. Сегодня в рамках празднования 215-летия Казанского федерального университета мы проводим третий диктант. Это Всероссийский диктант по английскому языку для обучающихся среднего и высшего образования. Диктант посвященный Ивану Михайловичу Семенову. Регистрацию прошли около 19 тысяч обучающихся из 54 регионов Российской Федерации. В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ прошла третья юбилейная олимпиада по навыкам оказания первой медицинской помощи среди студентов. Сегодня у нас как бы теоретический этап, этап тестирования. Будут представлены команды, будут представлены их визитные карточки. Все это будет оценивать жюри, а завтра будут проходить соревнования по практическим навыкам оказания первой медицинской помощи. Участие приняли более 20 команд из различных регионов страны, а также из государств Центральной Азии. Соревнование проходило в форме тестирования. На этом этапе мероприятие не заканчивается. 30 ноября обучающиеся смогут себя проявить в практической части. В Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ прошел день карьеры. Представители IT-компании рассказали студентам о возможностях участия в проектах, прохождении стажировок, трудоустройства и последующего карьерного роста. Учащиеся ознакомились с профильным рынком труда, узнали, какие навыки в настоящий момент наиболее востребованы. 28 ноября в деревне Универсиады прошел мастер-класс по публичным выступлениям от тренера TEDx и телеведущего Айнура Зинатулина. Об этом далее в нашем выпуске. Мастер-класс «Лидерство в двух измерениях» был посвящен офлайн и онлайн-коммуникациям с аудиторией. Айнур Зинатулин рассказал участникам проектной мастерской Казанского федерального университета о том, как вести себя во время публичного выступления и о чем говорить с потенциальными инвесторами. Студенты потрясающе. Конечно, всегда выступление перед ними – это какая-то новая энергия, это совершенно интересные, новые, неожиданные вопросы. И самое главное – они раскрепощенные, и они могут участвовать в твоих каких-то там интересных придумках прямо здесь на сцене и готовы это воплощать. И самое главное, конечно, что их кувшин не полон. Студенты поучаствовали в импровизационном тренинге, представляя аудитории концепции своих социальных проектов. Айнур параллельно комментировал выступления и исправлял ошибки спикеров. Это один из тех немногих спикеров, который ведет непосредственно диалог со своим подопечным, со студентом. Он не просто дает информацию, не просто заставляет ее записывать, выслушать и в дальнейшем попытаться самостоятельно воспроизвести. Он дает урок. Подводя итоги встречи, Айнур отметил важность таких тренингов как для себя, так и для пришедших студентов. На самом деле студенты – это будущее. Это те люди, которые возглавят заводы, пароходы. И это важно в какой-то момент действительно выступить перед ними и передать свои знания, создать некую эмоциональную связь, чтобы в дальнейшем ее реализовать в конкретные проекты. Камиль Гемаздинов, Виолетта Басова, Универньюз. 2 декабря в Казанском федеральном университете состоится 11-я серия научно-популярного проекта про науков КФУ под названием «Формула ночи». В этот раз ночь в университете посвящена математике. Более подробно смотрите далее. Масштабная просветительская акция «Научный десант КФУ» завершает свой тур по городам Татарстана. Представители 13 институтов, одной высшей школы, одного факультета и двух филиалов КФУ посетили десятки городов и поселков республики, где прочитали научно-популярные лекции, провели мастер-классы и занимательные интерактивы. Заключением акции станет образовательный интенсив, который пройдет 2 декабря в Казанском федеральном университете. Состоится 11-я серия научно-популярного проекта про науков КФУ под названием «Формула ночи». На этот раз мероприятие посвящено математике и приурочено к большому событию. Вручению 2 декабря медали и премии имени Лобачевского Казанского федерального университета, которые присуждаются за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. В программе научно-популярные лекции от ученых и преподавателей КФУ, образовательные интерактивы, конкурсы, мастер-классы, а также выставка-ярмарка научно-популярной литературы. Обширную программу подготовил Музей истории КФУ, который отмечает свое 40-летие. «Формула ночи» пройдет во втором учебном корпусе КФУ по улице Кремлевская, 35, с 5 до 8 вечера. Вход на площадку свободный для всех желающих. Лилия Талипова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!